Помочь всей страной. За сложной ситуацией на Украине следит вся Россия. Беженцы с юго-востока Украины прибыли в столицу Нинецкого округа. Совершена новую жизнь. Для них жизнь они успели взять только то, что поместилось в дорожный чемодан. Немного денег, документы и некоторые ценные вещи. Моему коллеге Олегу Хатанзейскому удалось встретиться и пообщаться с молодой семьей, которая прилетела в Наринмар из Луганской области. Ну вот только что сейчас приземлился борт из Санкт-Петербурга. Именно на нем прилетела семья из Луганска. Они, конечно же, не подозревают, что здесь намного холоднее, чем, к примеру, на Украине. Впрочем, для них это не важно. Главное, что они прилетели в мир. А значит, можно жить дальше. Истребители над крышей дома и вооруженные солдаты на улицах родного города. Под рукой всегда ключи от подвала и тревожный чемоданчик с документами. Теперь все это уже в прошлом. Алексею Ильницкому и Виктории Ковтун удалось выехать из неспокойного района. С собой успели взять только пару сумок. Квартира, мебель, машина и самые родные люди остались на Украине. Выбор был очень сложный сделать. А кто остался там? Родители остались. Вики, сестра там еще. Мама, папа. В основном родители. Старики остаются, пожилые. А сколько пока времени рассчитывается? Даже не знаю. Из солнечного города Красный Луч до Санкт-Петербурга они добирались как настоящие шпионы. На украинской границе у всех выезжающих из страны проверяли документы и задавали множество вопросов. Пограничникам приходилось врать. Иначе самые страшные последствия. Спрашивали, куда вы едете, зачем вы едете, куда, зачем. Но мы не говорили, что мы беженцами едем, потому что могли бы спустить нас. В Наринмаре их временно приютила тетя Виктория и Татьяна Федорова. Когда медсестра окружной больницы узнала о том, что возле Красного Луча начались регулярные обстрелы, она незамедлительно позвонила своей племяннице и ее гражданскому мужу. Предложила помощь. Ведь она понимает, как страшно то, что сейчас происходит на Украине. Особенно, когда разговаривает по телефону с мамой. А в ответ слышит громкие взрывы. Представляете, если смотришь телевидение, да, вообще посторонние, чужие люди берут к себе домой вообще неизвестно каких людей, да. А здесь, ну, собственно, можно сказать, родные души – это племянница моего покойного мужа. То есть мой муж и ее отец – родные братья. То есть, ну, как мне кажется, ни у одного нормального человека не повернется язык. Татьяну Викторовну не смущает то, что в ее квартире нет даже места для домашнего питомца. Если будет нужно, спать готовы хоть в прихожей. Жить Алексея и Виктория будут здесь, в этом доме. Конечно же, условия не самые лучшие. Квартира всего 30 квадратных метров. Это при том, что в ней живет уже 5 человек. Вместе с Алексеем и Викторией все семь. Впрочем, родственники, конечно же, не против. Они готовы потесниться. Молодые люди хотели пожениться, но не успели. Теперь жизнь нужно начинать практически с нуля. Возвращаться в родной дом пока не торопятся. Говорят, опасно для жизни. А украинские СМИ ежедневно передают о том, что в стране царит мир и покой. Там показывают вообще неправду. Что аж смешно смотреть на эти новости. То сами, то кондиционер взорвался, то еще там что-нибудь просто. Но это очень смешно. Хотя с нас стреляют и все. Самое страшное уже позади, уверяют Алексей и Виктория. Осталось встать на ноги, устроиться на работу и обрести свой угол. Жить долго у тети совесть не позволит. А еще разжиться теплыми вещами. Ведь в родном городе они были не нужны. Сейчас любая помощь для молодой пары будет очень важна. Хотя сами они никогда они не просят. Не привыкли. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.